Я буду говорить о первичной и вторичной профилактике лака желудка. Как вы уже слышали, это серьезная проблема не только в России, но абсолютно везде в восточной части Европы и в Азии. Он занимает пятое место и 9% раковых больных, а он связан как раз именно с этим видом ракового заболевания. И действительно данные по смертности очень высокие. И в принципе ситуация в целом не очень такая обнадеживающая. Как вы уже слышали, Азия, Корея, Япония, у них очень большие цифры по смертности. Россия также занимает очень высокое место. Восточная Европа также в этой же обойме и Словения, моя страна, опять-таки в этой группе. Давайте посмотрим Восточная Европа. Как и везде, цифры снижаются, но мы видим, что в Словении, например, мы уже достигли плато. И за последние 25 лет вот это количество заболеваний в целом не изменилось. Так что это остается и, видимо, останется серьезной проблемой в будущем. Насколько мы знаем, 15,7% всех заболеваний раком касается различных инфекционных агентов. И вот это гелобактер пилори занимает важное значение. И очень часто, можно говорить, что до трети в развивающихся регионах как раз связаны с этой именно инфекцией. Также вирус папиллома, папилломовирус человека, это также очень серьезный фактор риска. Мы все знакомы с таким вот каскадом в Корее. То есть все те, у кого имеется вот эта бактерия, они страдают от гастрита. И их симптомы действительно очень важны. И действительно это серьезное показание, что все те, у кого выявляется эта инфекция, они должны пройти специализированное лечение. Если вот именно этот наличествует фактор в желудке, то это часто связано с генетической предисположенностью. И обычно все это приводит к гастритам, а затем к дальнейшим сложностям, дисплазии и так далее. Также очень часто приводят к атрофии. При этом колики, хирургические далее уже вмешательства. И все эти ткани, пораженные раком, они выявляются при хирургических вмешательствах. Но вот это все нарастает каскадом. Вначале это было описано как раз в Корее. Итак, важна ранняя интервенция и профилактика. Тогда мы можем этот каскад избежать. И именно поэтому еще в 1999 году была опубликована вот эта важная публикация, что если мы устраняем, то снижаются значительно эти риски и через какое-то время восстанавливается полностью слизистая оболочка в желудке. Итак, мы должны поставить себе задачу устранить на ранних этапах до еще дисплазии, потому что если мы находимся в середине этого каскада, все равно риски очень высоки. Итак, рак желудка и риски. Конечно, все это очень связано со степенью инфицирования слизистой желудка. И если мы говорим об интенсиональной метаплазии, то гораздо больше повышаются цифры заболевших раком. Эти данные основаны на 20-летних исследованиях агентства Всемирной организации здравоохранения. Они еще в 40-х годах выявили определенные риски. И они говорили в этой вот публикации, которую я демонстрирую, как раз и сказано об опасности этого инфицирования. И необходимо очень рано выявлять эту инфекцию. И эту же идею поддерживают огромное количество публикаций. И все они говорят о том, что необходимо хелебактер пилори устранить, и тогда мы сможем добиться положительных результатов. В Тайване, например, Элан Мацу, они начали скрининг именно на выявлении этой инфекции, начиная с 30-летнего возраста, в 2004 году. И что случилось за 7-8 лет? Сократилось количество заболеваний на 25%. И мы видим, что атрофия еще имеет место. Но сократились случаи додинальной язвы и так далее. В целом результаты были очень положительные. Мета-анализ показывает нам, что до 0,25 доходит снижение заболеваемости раком желудка. И если, например, в Китае мы хотим добиться таких результатов, то мы видим, что в Китае один из 15 только вылечивается. Мы видим, что даже если уже в серьезной степени раком, вот в Японии было проведено исследование. Что они сделали? Они рандомно выбрали пациентов, и они разделили их на группе. То есть в одной группе было проведено лечение, направленное на устранение этой инфекции. Далее одна группа получала лекарство, другая плацебо. Посмотрите, пожалуйста, вот те пациенты, у которых была устранена эта инфекция, вот эти две кривые. И мы видим, что это привело к значительному снижению заболеваемости раком. И мы видим, это действительно серьезные различия в метахронических разновидностях рака. И для японцев это было такое ключевое исследование, которое привело к тому, что у них полностью пересмотрели свой подход. И теперь они считают, что у всех абсолютно необходимо это лечить. Но ушло еще четыре года, чтобы администрация здравоохранения в Японии приняла это решение. Наш коллега, профессор Сугана, он уже вылечил, лечит, вернее, каждый год около миллиона человек от этой инфекции. Вот опять-таки метаданные тех же исследований. Это уже после резекции этого язвенного проявления рака. Опять-таки после излечивания этой инфекции значительно снизились данные по заболеваемости. Если говорить о самых эффективных методах, нужно, конечно, найти пациентов без еще приема пластических спаек, изменений в Китае. Например, они, если берут пациентов еще до такой степени заболевания, мы видим, значительно изменились показатели через семь с половиной лет. Итак, мое первое предложение для первичной профилактики рака желудка. Это необходимо реализовывать в стране, где очень большое количество заболевающих. Вот в Словении, например, я не знаю, насколько рецидивы этого заболевания в вашей стране частотные, но у нас довольно высокие вот эти показатели. И также я знаю, что климат также может влиять на это. Итак, во-первых, необходимо добиться уничтожения этой инфекции. И нужно это делать в долгосрочной перспективе на 10-20 лет и отслеживать данные. Предложение в Словении сейчас передано в Министерство здравоохранения, и мы ждем согласования и утверждения. И это будет как с колоректальным скринингом. Это будет установлено в клиниках социализированных. И мы будем проводить скрининг с асимптоматичных пациентов, начиная с возраста 20 лет. Если все данные будут централизованно собираться, и мы будем использовать метронидозол и другие показатели для борьбы с этой инфекцией. Далее снова будут проводиться анализы. Если не удалось устранить эту бактерию, тогда все эти пациенты будут направлены к гастроэнтерологам. И мы работаем вместе с инфекционистами, с гастроэнтерологами. Все данные, как я уже сказала, будут централизованы с операцией. И мы будем четко работать над каждым шагом этой программы. Теперь давайте смотрим на такую протонистическую возможность вторичной профилактики. Можем ли мы что-то в нашей каждодневной клинической практике сделать, чтобы добиться более качественных результатов? Это клинический центр в Лондоне, Уайтинг. Они как раз два рассматривали, две рассматривали возможности. Люди с повреждением стенок, желудка должны были два раза в год приходить. И брали анализы, и они проводили исследования. Это касалось заболевших раком степени 1 и степени 2. И в этих двух группах разные совершенно были показатели по дальнейшему развитию смертности. Смотрите, если мы проводим вот эту процедуру и видим вот эти беловатые изменения на стенке желудка, что это такое? Вы мне можете рассказать? Да, может быть, немного свет притушим, и будет тогда лучше виден. Да, это стинальная метаплазия. Да, это именно так. Что мы делаем в таких случаях? Мы 5 биопсий должны брать. Это стентризированная практика. Далее мы их складываем в специальные контейнеры. И мы должны проводить разные анализы для того, чтобы выявить эту бактерию. Довольно сложно определить. И далее мы должны уже вместе с патологами консультироваться и выяснять, какие использовались лекарства и так далее. Далее патолог выдают результаты. И что здесь важно? Что здесь они разные по степени. Разная степень воспаления и так далее. И используется такое стадирование заболевания, вот это интенсиональная метаплазия. Система в Словении используется примерно такая же. То есть от 0,3 десятых и так далее. И мы видим разные этапы. Стадия 3-4 – это очень высокий риск рака желудка. Необходимо, безусловно, мониторинг. Обеспечивать ваших пациентов. Значит, сначала необходимо от инфекции избавиться. Далее мы вторую эндоскопию проводим через 3 года. Здесь показаны после выявления различных стадий заболевания. Мы переходим дальше на следующую процедуру. Может также потребоваться через год резекцию провести. Но я в целом уверен, что будущее у нас перед нами абсолютно светлое. Вы все, конечно, с микроскопами работали. Это, посмотрите, на верхних двух картинках. Это нормальная слизистая оболочка. И здесь в 160 раз увеличение. Внизу – это энтром, слева. А справа – это доодинальная слизистая оболочка. Итак, вот эти новые уже поколения эндоскопов, они нам позволяют выявить уже без каких-то патологических исследований повреждена слизистая или нет. Я видел, посмотрите, это в Японии, коллеги. Мы видим результаты гистологических исследований. И вот это будущее, то есть уже с эндоскопом мы сможем на ранних этапах выявить. Итак, если мы говорим о вторичной профилактике, есть ли у нас еще какие-то методы борьбы, если вы могли бы выбрать пациентов с такими пренеопластическими изменениями, нужно с ними работать, нужно выявлять их устойчивость к антителам. Далее мы добьемся вот этих результатов 0,7 устойчивости. И данные для антрома немного ниже. Но нас интересует вот это самое большое тело желудка. И вот эта метаплазия и атрофия данные могут быть не очень точными еще пока. Но для антестинальной метаплазии мы видим, что вот эти показатели справа были совершенно справедливыми и четкими. И так, среди наших пациентов мы провели, вот вы видите, количество пациентов. И более чем 60% была выявлена вот эта инфекция. Далее сирологическая биопсия была проведена и 6,5% с показателями выше указанных. Мы уже проводили комбинированную биопсию. У вас очень хорошее исследование было проведено в прошлом году в Петербурге. Оно было проведено. И вы включили... Я взял вот такое количество пациентов, было изучено. И 67-66% и 10% это как раз вот эти изменения, о которых я говорил на этапе, о которых нам необходимо провести исследование. То есть вы движетесь в том же направлении. Итак, в заключение, я надеюсь, что у вас в России происходит то же самое, что и в Словении. Нам необходимо обязательно вылечить всех пациентов, приходящих к нам на эндоскопию, от этой бактерии, хилибактер пилори. И далее, если уже изменения определенные в желудке мы наблюдаем, то необходимо определить стадию этих изменений по существующей уже классификации. Программа скрининга в Словении будет проводиться, особенно для пациентов, которые приходят к нам от 20 до 30 лет. Безусловно, мы пытаемся также снизить все другие факторы риска, это курение и так далее. В будущем нам необходимо нацеливаться на вторичную профилактическую программу. И нам необходимо проводить сирологическую биопсию. И мы отбираем пациентов уже с изменениями стенок желудка. Далее мы проводим регулярные эндоскопические исследования. Я закончу свое выступление. Спасибо большое. Спасибо огромное за блестящую презентацию. Хотите перевод получить? Вопросы. Зададите вопросы. Есть вопросы? Скажите, пожалуйста, у меня вопрос, может быть, он покажется вам наивным. Я хирург, и я мало понимаю вот в тех вещах, о которых вы говорите. Я прекрасно понимаю связь между факторами негативными и опухолью. Но все-таки я никак не могу понять, что значит предотвратить. Да, конечно, спасибо большое за вопрос. Основной теологический фактор рака желудка – это, конечно, инфекция хеликобактер пилори. Инфекция хеликобактер пилори начинается в детстве, в общем-то, инфицируются дети. То есть большинство инфицированных пациентов получает инфекцию в возрасте до 8 лет. После этого инфекция так и остается в желудке всю жизнь. И большинство инфицированных пациентов является бессимптомными. То есть вот 20-30 лет длится эта инфекция, происходит предраковое изменение в желудке, атрофия, метаплазия. И вот после этой атрофии и метаплазии у большинства рак не развивается, конечно. На самом деле все зависит от типа хеликобактер пилори, от типа иммунной реакции, от генетических факторов, а также от некоторых факторов окружающей среды и факторов жизненного стиля жизни, антиоксиданты, алкоголь, курение и так далее. У 1-3% инфицированных в итоге развивается рак желудка в течение жизни. И как уже говорилось, около 90% рака желудка связано с хроническим инфицированием хеликобактер пилори. То бишь рак желудка можно предотвратить, профилактика состоит как раз в искоренении хеликобактер пилори. И в скрининге в возрасте 20-30 лет, в освобождении от хеликобактер пилори, причем в опуляционном масштабе. В этом случае мы будем уверены, что у этой части населения рак желудка не разовьется, ведь первые изменения происходят в возрасте 20-25 лет. То есть мы можем таким образом профилактику обеспечить у 20-30 и даже 50%, как мне кажется. Это что касается первичной профилактики. Далее вторичная профилактика. Это также очень важно. Она состоит в том, что нужно искоренять хеликобактер пилори у тех, кто приходит на эндоскопию. То есть если вы проводите эндоскопию, доказываете наличие инфекции, ее обязательно нужно устранять. Кроме того, необходимо убеждиться в том, что она была искоренена с помощью дыхательного теста, который вам известен. После лечения его обязательно и повторно нужно провести. И при всем при этом риск возникновения рака желудка еще снизится до 50%. Мой вопрос, поймите правильно, я, может быть, немножко провоцирую вас. Скажите, пожалуйста, если я брошу курить, я не буду употреблять алкоголь, не буду солить мясо, и еще я вылечу у себя инфекцию, я предотвращу свою опухоль? Я думаю, что немногие пациенты сделают так же, как и вы. Потому что перестать курить и пить – это очень сложно. Но в принципе, да. И даже само по себе искоренение хеликобактер пилори – это уже прекрасная профилактика. Если вы его у себя искорените, то, по крайней мере, ну, может быть, курить нежелательно, но, по крайней мере, пить можете продолжать, потому что все-таки основной фактор фриска – это хеликобактер пилори. Спасибо. Спасибо. Спасибо.